Все в стороне обдаренные, за касание с днём, яйя. Новогоднее представление с участием главных сказочных персонажей Деда Мороза и Снегурочки собрало в стенах Центра молодежного творчества около полутысячи ребят. Все они участники традиционной акции «Наши дети», которая ежегодно проводится на территории всей страны. На главную областную елку были приглашены ребята, лишенные родительской любви и заботы, а также представители молодежного актива. Те, кто весь год учился, развивался, участвовал в конкурсах, соревнованиях и состязаниях разного уровня. Подарить тепло и радость, счастье и ласку, окружить должным вниманием и уважением. Вот то, что так важно сделать в последние мгновения уходящего года, который для многих ребят был важным и интересным. Это дети, которые показали хорошие свои знания, учащиеся, лидеры, которые очень активны в организации общественных объединений. И, конечно же, в том числе и дети сапикунских, малообеспеченных, многодетных семей. Сказка «12 месяцев» пришлась по душе юным зрителям. Очень уж много в ней было примеров того, как нужно трудиться, чтобы добиться высоких результатов, а о том, как покоряются горизонты, юноши и девушки знают, как никто другой. Эти ребята понимают, что через несколько лет на их плечи ляжет важная обязанность – строить будущее своего государства, ведь именно они – достойная смена сегодняшнему поколению педагогов и врачей, юристов и экономистов, строителей и промышленников. Своими секретами успеха молодые лидеры поделились и со зрителями нашего телеканала. Одно из самых главных моих достижений за прошедший год – это моя победа в университетском конкурсе ораторского мастерства «Мастер слова». Я действительно выиграла этот конкурс, я до сих пор не знаю почему, но это, наверное, достаточно большое достижение. Еще одно крупное достижение – это моя победа в университетской, опять же, олимпиаде, посвященной столетию начала Первой мировой войны. Там я заняла третье место, диплом третьей степени у меня. Ну а так просто в лицее жизнь интересная и много было. Я отличница в своем классе, я не знаю, отличница ли я в школе, но меня отобрали на эту елку. Надо много работать над собой и хорошо учиться, учить все правила. Однако не только сказочное представление подготовили организаторы для ребят. Конечно же, не обошлось без новогодней программы возле главного атрибута Нового года – красавицы елки. Песни, танцы, хороводы – это и многое другое ожидало виновников торжества. Сладкие подарки и поздравления от руководства области стали ярким финальным аккордом праздника. Мы надеемся, что вот это общение, это взаимообмен идеями, это совместное праздничное настроение детское, оно даст еще больший стимул нашим детям для того, чтобы в новом году они достигли еще больших результатов и еще больше поверили в свои силы.